всех приветствую вы зашли на канал заметки механика приятного просмотра и жду вас снова не забудьте подписаться и поставить лайк у нас volkswagen b5 в гостях проблема такого характера троит первый цилиндр немножко прогревается машиной троит первый цилиндр вот говорили что компрессию мерили компрессия в норме что катушки перекидывали свечные свечи перекидывали даже форсунки перекидывали сейчас мы это все проверим убедимся сами что это все нормально поменяем все местами и посмотрим как она будет работать volkswagen passat тут боремся строением первого цилиндра меняли катушки меняли форсунки прозванивали проводку поменяли мозг короче боремся дальше потому что еще меняем сейчас ремень грм вот разбираем промоем еще радиаторы снимаем радиатор кондиционера и вдруг так бибика делает об и упала давно тут бибика это не работает да или может все же работало но вряд ли сняли переднюю часть скрыли крышки грм и тут у нас ждал сюрприз интересно давно а тут уже пластиковые кусочки некоторые превратились круглые как галька кусочки хотя крышка верхняя пластиковая целая интересно помпа уже подтекать начинает по прокладке помпа тоже в замену ну и ремень грм не в лучшем состоянии по volkswagen приятные новости с машиной боремся уже давным давно долго троит первый цилиндр все уже перепробовали все уже пересмотрели все уже невозможно все равно троит чуть обороты повышаешь троение проходит диагностика вообще не видит не троение ничего но мотор работать нестабильно по фазам у нас да у нас на один зуб ошибка да все вот залезли выставляем решили посмотреть цепь тут есть цепь сообщающая два распредвала вот я все-таки утверждал что здесь механическая поломка в первом цилиндре либо пружина лопнута либо гидрокомпенсаторы либо еще что то вот открыли по цепям впускной вал сходится выпускной вал ну на на зуб грубо на пол зуба даже не сходится не страшно самое интересное вот они кулачки распредвалов стертые вот поэтому у нас и троил первый цилиндр распредвал замену и все будет нормально там скорее всего и уже гидрокомпенсатором труба но наконец-то мы проблему нашли а тут все получается шейки распредвала пошли ухты тут тут протертые гидрокомпенсаторы а тут красота вот она где жесть вот она наконец-то мы нашли да давно я такое не встречал весь распредвал практически стерты достанем будет еще интересней такое последний раз встречал на чере амулет тоже кулаки стерла достанем мы его так вообще чуть-чуть цепи цепи не на нету распредвал стерлу кулачки на распредвале так что еще подтянуть а вот они наши гидрокомпенсаторы обратите внимание на гидрокомпенсатор он настолько вытерся что даже трещина образовалась в первом цилиндре то же самое и здесь вмятинка тут еще живые тут начинала в четвертом уже отверстие полная красота вот почему мотор работал плохо достали мы распредвалы и что нам открывается взор открывается отсутствие кулачков еще на четвертом цилиндре тоже вот это тоже уже поплыл этого практически нет и вот они красавцы гидрокомпенсаторы 1 цилиндр 4 цилиндр и в третьем тоже ямка вот так протерла по идее цементный слой который закалал по идее цементный слой закалки металла уже отходил свое и металл просто сожрала вот так теперь ждем новый вал чтобы все собрать на место машина должна полететь прям будет пушка гонка по volkswagen вот он старый вал практически все кулачки уже стерты как он еще ездил блин непонятно и говорят вал китайский а вот бушный вал привезли какие кулачки должны быть сейчас для сравнения вот так разница ощутимая да вообще на этом даже надписи никаких нет тут хоть audi оригинал был но оригинал так что еще побегает passat побегает новые гидрокомпенсаторы установлены новый вал установлен кулачки у нас классные острые в отличие от старого вала тут все кулачки изношены ждем некоторые запчасти и будем запускать автомобиль это не может не радовать эпопея с ним закончится все собрано наброшено тут и готова к запуску сейчас будем стартовать посмотрим как он с новым распредвал заработает не хватает давай еще раз сейчас пусковое поставим так бустер у нас подключен давай уже работает не троит уже сразу не троит красота но все работает как часы ну все красавец победили следующий кузьмич тут катается на стуле до кузьмич те не нравится или нравится если бы не нравилось тут на нас прыгну главное чтоб тебя не укачала кузьма кузьмич тигр вон тигр тигр а войско снова у нас наконец-то решились на удаление катализаторов будем снимать весь выхлоп удалять катализаторы которые уже сдвинулись со своих мест сейчас я еще прогрел машину и буду раскоксовывать мотор будем пользоваться новой какой-то раскоксовкой еще и не пользовался экспресс не требует замены масла но масло все равно мы меняем по пробегу поэтому попробуем как будет результат самому интересно так еще у нас клапан вентиляции картерных газов поет об этом дальше увидите но я пока снимаю свечи выставляю цилиндры и заливаю раскоксовку поехали а сейчас мы услышим как поет клапан в кг так каталики я достал тут недавно похоже гофры переваривали и вот такое художество наварили принципе да с полуавтомата можно сделать изготавливать новые детали но зачем не знаю будем делать не будем наша задача скрыть и удалить катализаторы так как вот этот первый тут две две части 1 вышел сюда и уперся во вторую лямбду поэтому сейчас буду все скрывать и удалять и вот второй ну вот на второй части на правой гофру переварили культурно по сравнению с левой частью ладно посмотрим что у нас выйдет ну вот так у меня получилось неаккуратно но зато эффективно лямбду вторую заварил останется сейчас кожух поставить и его по прихватывать здесь на место и все а вот он катализатор который был вот он упирался в лямбду вот он первый стоял вот здесь но это второй у нас красиво да все собираю сейчас кожух и приступаю ко второй части 2 ой да он тут разлагается разрушается он еще болтался тут а вот первый вот часть где упиралась в лямбду если оттуда стукнуть то он выйдет ну ладно я буду выбивать его собрал я два катализатора все отлично все как по штату красота самому понравилось так тут у нас течет масло немножко совсем чуть-чуть надо устранить надо бы найти откуда еще у нас ошибка по гидроопоре здесь на гидроопоре стоит разъем 1 это гидроопоре ничего нет поэтому гидроопору надо менять дано обломали фишку разъем не подсоединили вот как здесь должно быть то на коробке самое интересное она то монопривод она только передок я думал она сначала полный но как поднял увидел что она все таки переднеприводную до редкий зверь а 8 передний привод всю систему вентиляции картерного газа обслужил поменял все резиночки на ней на всех соединениях плюс клапан поменял клапан старая разобрала вот она причина расслаивается мембрана где же ты где вот и вот она рвана поэтому свистит вот так все собрал все абсолютно фишки все провел все везде новый воздушный фильтр стоит потому что старый убиты в хлам подготовил новые свечи сейчас заводим на старых свечах все чтоб грязь вылетела с цилиндров ну и без катализаторов сейчас она подымит нам здесь немножко но что мотор работает сразу слышно вкг что не свистит все отлично сейчас будем прогревать и выгонять всю грязь из цилиндров сказать что я удивлен это ничего не сказать это вообще интересно я не возлагал никаких на эту химию надежд но с первого раза и такой результат это круто так что химия интересная достойная все свечи заменил останется перепрошить ну чтоб не ругалась на катализатор и всю машину можно отпускать мои работы по ней все следующий а